Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов. А в нашей студии люди творческие, люди, которые создают красоту, красивое и вечное. И я рада представить прямо сейчас своих гостей. Заместитель председателя Союза художников Якутии, отличник культуры Республики Саха-Якутия, доцент кафедры живописи и графики Арктического института культуры Наталья Николаева. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Кандидат искусствоведения, заместитель главного директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, член Союза художников Юлия Кравцова. Юлия, добрый день! Добрый день! Преподаватель детской школы искусств, художник-живописец Антонина Шадрина. Антонина, здравствуйте! Здравствуйте! Специалист по выставочной и информационной деятельности Союза художников России Харитина Фёдорова. Харитина, добрый день! Добрый день! Благодарю вас, что вы нашли время сегодня и пришли в нашу студию. Я в самом начале эфира хочу поблагодарить Ольгу Афанасьевну Скорикову, художника-дизайнера, за то, что она помогла организовать сегодняшнюю нашу встречу. Ольга Афанасьевна, большое вам спасибо! Очень благодарна! Я всегда радуюсь, когда в нашу студию приходят художники. Скромные, интеллигентные, всегда приносят с собой много красоты. И, конечно же, вы все имеете отношение к Союзу художников. И, наверное, хочу начать вопрос с этой темы о том, как живёт сегодня Союз художников и какие яркие, запоминающиеся события, мероприятия, выставки прошли в этом году. Расскажите, пожалуйста. Ну, наверное, будет логично начать с истории. Дело в том, что Союз художников Якутии является одним из самых старейших творческих объединений не только в Якутии, но и в России. Он был основан в далёком 1941 году, за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. И, соответственно, за такой почти вековой период жизни наш Союз претерпевал и взлёты, и падения, и рождение ярких имён, кризисы, выходы из кризисов. Но оттого и вдвойне радостно, что на сегодняшний день, 2024 год, наш Союз не только существует дышит, но и продолжает развиваться. И хотелось бы рассказать о том, что у нас в Якутске есть уникальное пространство здания художественного фонда Бобилинского, 44. Пространство объединяет две площадки. Это у нас художественный салон при Союзе художников. Художественный салон является мостом между ценителями изобразительного искусства нашего региона и наших художников, членов Союза художников России, соответственно, Якутии. Мы помогаем реализовывать их произведения искусства. И у нас вы можете найти работы таких известных авторов, как Михаил Старостин, Андрей Чикачёв и даже скульптуры Николая Чачасова. Так что мы всех ждём. Приходите к нам. И вторая площадка – это наша выставочная деятельность. У нас есть художественный зал, арт-галерея, арт-сети. Галерея была открыта в 2020 году на средства гранта от Министерства культуры и духовного развития Республики Саха Якутия. И на этой ноте, наверное, всё-таки стоит упомянуть и выразить дань уважения нашему предыдущему председателю Союза художников Якутии Василию Николаевичу Мудаеву. За очень короткий период своего управления в Союзе он смог вывести из жесточайшего кризиса наш Союз и оставить после себя такое наследие, которое нам помогает сейчас развиваться и рассказывать о том, как растёт, как вдохновляет наше творчество не только население Якутии, но и всей России. И вот у нас в выставочном зале буквально на днях закрылась замечательная выставка «Осене». И несмотря на говорящие названия, там были картины представлены не только на тему осени, это были самые свежие, ещё никогда нигде не выставленные работы наших художников. Они как осенние плоды. И выставка прошла замечательно, было очень много благодарных зрителей, отзывов. И вот скоро у нас откроется новая выставка. Она проходит под эгитой проекта «Хэлм». Наверное, многие слышали о данном проекте. Основная миссия данного проекта является популяризация и сохранение якутского языка и письменности. Так что мы всех ждём. Приходите, 1 ноября будет замечательная и очень интересная. Красочное открытие. И насчёт выставок. Выставки у нас проходят в год от 4 до 5. Мы открыты сотрудничеству со всеми. У нас проходят даже социальные проекты. На фоне выставки мы проводим мастер-классы. Например, Мария Гуляева у нас проводила замечательный мастер-класс для детей с особенностями развития. Ирина Афанасьевна Микмянова-Пильска проводит мастер-классы для ветеранов. И, в общем, у нас идёт очень активная выставочная деятельность. И вот хотелось бы об этом немножко рассказать. Извините, перебью вас. Вы сказали, что вы открыты для всех. Но человек, который хочет, допустим, прийти в ваше сообщество, он должен быть членом Союза художников? Или это может быть вообще начинающий художник, который только-только пробует себя в этом искусстве? Сейчас же это достаточно популярно и развито, и доступно. И он также может прийти и какие-то свои работы предложить для того, чтобы они поучаствовали в выставке. У нас вообще деятельность многогранная. Мы не только поддерживаем своих членов Союза художников, но и начинающих. Например, у нас есть традиционная выставка, конкурс «Арт-молодость». А там имеют право участвовать студенты художественных вузов, которые еще не члены. Но обучающиеся в художественных заведениях. А если нигде не обучается, вот сама рода какой-то просто расы, у него какой-то талант открылся, может быть, в любом возрасте человек, и он рисует, и находит отклик у тех, кто его картины видит, и окрыленно этим придет и скажет. Порядки исключения возможны. Можно, да? Да, потому что вот у нас в прошлом году была выставка портретиста. Он нарисовал портреты работников художественного фонда. Там целый пласт исторического периода у нас был задействован. Но мы открыты сотрудничеству, и особенно открыты для социально ориентированных проектов. Про личные выставки мы сегодня еще обязательно поговорим и поговорим подробно. Я с удивлением узнала, насколько это сложный процесс, эмоционально сложный процесс для того художника, который выставляет свои работы для большой аудитории. А сейчас, наверное, я хочу перейти к Юлии, да, потому что одна еще из площадок, где художники могут выставить, одна из больших площадок, где художники могут выставить, показать свои картины. И не только наши современники, а вообще художники на Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Расскажите, пожалуйста, о том, какие выставки у вас прошли, может быть, яркие в этом году. Да, обязательно я расскажу о выставках, но мне хотелось бы первоначально все-таки осветить такую проблему, как взаимодействие музей и художник. Потому что если бы не было художников, не было бы такой культурной институции, как музей. Мы с вами все знаем, с древности, когда формировались первые пинокотеки, они собирали произведения художников. И сейчас функция музея, которая заложена с древности, и собирательство, да, и пополнение собрания, изучение и презентация того наследия, которое хранится в музеях, это все функции нашего музейного комплекса. Безусловно, деятельность музея, она многоаспектная, экспозиционно-выставочная деятельность. Это одно из направлений работы музея, в том числе и с художниками. Но мне хотелось бы еще отметить, что мы единственный, ну, может быть, и не единственный, но один из немногих музеев в регионе, на Дальнем Востоке, который в постоянной экспозиции представляет планомерное поступательное развитие именно профессионального искусства Якутии. Не все музеи Дальнего Востока показывают своих художников. А у нас именно в республике можно приехать в наш музей и познакомиться с становлением, развитием и с его современным состоянием. Хотя вот Тина уже говорила, союз художников основан в 1941 году, наш музей немного раньше, но у истоков его развития тоже стояли и молодые государственные деятели, как Платон Аюнский, Максим Амосов, ну и художники, в том числе одни из плеяды первых, как Иван Васильевич Попов, Михаил Михайлович Носов и, конечно, первый профессиональный художник Пётр Петрович Романов. И именно благодаря их деятельности стало возможным в таком далёком северном крае в 1928 году открыть картинную галерею при областном краеведческом музее. И основу нашей коллекции тогда составили произведения, переданные в дар Государственной Тетяковской галереи, это русское искусство, и работы художников, в том числе и наших якутских художников. Вот с тех пор начала формироваться коллекция, которая сегодня включает более 18 тысяч единиц хранения и представляет русское искусство 18-го, начала 20-го века, отечественное искусство, западноевропейское искусство. И более 70% собрания у нас составляют произведения художников Якутии, включая его и жанровое, и видовое разнообразие. Мы можем с вами познакомиться и с творчеством живописцев, и с творчеством графиков, скульпторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. И всё это можно прийти и сделать у нас в музее, посетив постоянную экспозицию. Но если возвращаясь опять же к экспозиционно-выставочной деятельности, вот Тина отметила, что мы планомерно тоже сотрудничаем в этом плане, и порядка двух-трёх выставок в год мы делаем в коллаборации с Союзом художников Якутии. Никуда мы от этого не денемся, потому что у нас и задача всё равно формировать и представлять наше искусство, и продвигать его. А как его можно продвигать? Его можно продвигать как раз посредством выставок. В нашем музее ежегодно проходит около 60 выставок. Это выставки разнообразные и тематические, и персональные выставки художников, приуроченные к юбилейным датам. Ну, тут могут быть и выставки, и вот как, например, у нас состоялась выставка, посвящённая Ивану Васильевичу Попову, первому профессиональному художнику, которому в этом году исполнилось 150 лет. И мы сделали экспозицию, вот как раз как бы отмечая его вот эту яркую дату и ещё раз вспоминая его вклад в развитие профессионального искусства Якутии. Сегодня уже много назвали мероприятий, выставок, которые прошли за 2024 год. Одно из главных – это был проект «Земля Алан-Хо». Наталья, пожалуйста, расскажите об этом. Я чтобы просто в каждом блоке вы каждое что-то сказали, а потом во втором блоке мы догоним, чего мы не успели сказать. Да, «Земля Алан-Хо», художники Якутии – это, наверное, один из самых таких значимых проектов для Союза художников на настоящее время, потому что он начался в прошлом году. Куратором является Ольга Ивановна Зотова, это кандидат искусствоведения с Владивостока, она, по-моему, научный руководитель филиала Третьяковской галереи во Владивостоке. Она долгие годы была секретарем тоже зональной выставки «Дальний Восток», поэтому хорошо знает Союза Дальнего Востока, в том числе и Якутиского. Да, очень поддержала нас, предложила в прошлом году такой проект «Земля Алан-Хо». Сделать его в Красноярске, потом в Иркутске. И это так удивительно, что это получилось, потому что у нас была закупка, даже работа в Иркутске художественный музей. Это ещё и проект «Путешественник». Да, это такая передвижная выставка. И в этом году продолжение этого проекта. Проект открылся сперва в Новосибирске, то есть вот по Сибири. А в Новосибирске там, вот чем Новосибирск не очень удивил, тем, что там такое есть взаимодействие бизнеса и художников. Потому что там открылась выставка в арт-центре «Красный», которым руководит Ульяна Сергеевна Новикова. Она сама предприниматель, бизнесмен и создала такое совершенно великолепное художественное пространство, где проходит очень много выставок. То есть у неё ежемесячно там вот выставки идут, ходит очень много народу. И там очень много социальных проектов, каких-то вот. Вот это наша выставка. Они встретили нас очень хорошо, замечательно. То есть даже вот эта выставка, она прошла на, ну, как бы с финансированием их. Ну, у них же нет выбора, у них нет национального художественного музея, который им поможет выставиться. Поэтому они, наверное, больше как-то вот в бизнес это всё. А как ещё показать? Да, это было очень интересно, то, что вот именно вот бизнес-то участвует, оказывается, вот в таком вот, в таких проектах. И там на открытии было очень много народа, было земляки приходили, которые с удивлением, ну, вообще-то увидели, значит, искусство Якутии и сказали, что вот в Якутии они, может быть, не так часто ходили. Но здесь они пришли и были в полном восторге, рассказывали о том, что вот как будто они побывали на родине, увидели эти снега. И в дальнейшем эта выставка пошла в Кемерово, и вот с Кемерово нам пришёл такой вот книга отзывов. Книга отзывов, конечно, она, ну, вот удивительно, я могу вот сейчас зачитать некоторые отзывы. Вот, выставка «Мечта». Спасибо. Спасибо за фантазию и глубокое погружение в атмосферу и культуру Якутии. Очень понравились работы Чикачёва, Степановой, Николаевой. Получила огромное удовольствие от представленных работ. Очень всё понравилось. Спасибо, что дарите массу впечатлений. То есть вот такую вот книгу отзывов нам прислали с Кемеровского художественного музея. Спасибо. Конечно, много эмоций у тех, кто смотрит картины, но оказывается, много эмоций разных у художников, которые выставляют свои картины. Антонина, вы меня так и удивили приятно, и так расположили своей открытостью. Вы мне написали перед эфиром о том, какой для вас это волнительный процесс для художника, когда вы большой аудиторией представляете свои работы. Я, честно говоря, не ожидала. Я знала, что художники стоят в очереди в какой-то, прежде чем до них дойдёт возможность выставить свои картины. И я думала, что это связано только с радостными какими-то эмоциями. Оказывается, вы переживаете, вы волнуетесь, вы какие-то ещё другие чувства испытываете. И кроме того, вы ещё мама четверых детей. И как вы эти две ипостаси совмещаете? Или, возможно, одна как-то вам помогает выбрать тематику в другой? — По творчеству, если говорить, когда ты создаешь картину, это картина, когда ты его рожаешь, как своего ребёнка. — Это тоже ребёнок получается. — Это ребёнок получается, да. — У вас много детей. — Да, это так получается, потому что выбрав вот эту специальность, я уже когда определилась в детстве, что стану художником, да, когда я пишу картины, я очень счастлива. Я вот, хотя у меня четверо детей, муж, там, своё частное хозяйство, да, я живу в пригороде Тулагина, огород там, но я как-то вот, потому что любимое дело. — А как вы находите время для себя, для своего творчества? У вас, получается же, столько всего, это дети, это дом, муж, это тут невозможно, мне кажется, даже вот отдохнуть-то как-то, не то что какое-то ещё дело. — Я себя упишаю тем, что я пока молода и должна работать, потому что искусство, оно очень требовательное, оно очень, понимаете, оно как, если ты совестью работаешь, должен быть результат, ну, нужно 100 потов, наверное. — Как раз наши зрители сейчас увидели картину, где женщина такая очень красивая с курительной трубкой, это ваша работа, да? — Да, эта работа называется «Железная леди». — Да, да, вот я забыла название «Железная леди», ну, это, наверное, про вас. — Может быть, это, ну, можно сказать, это картина про каждую женщину, которая живёт у нас в Якутии. Я вот так хотела бы сказать, потому что наши вот условия природные, да, мы живём вот 9 месяцев зимы, и испокон веков якутская женщина, она как бы мама, и она же там же шьёт чапарах, да, например, да, вот традиционно, если культуру смотреть, да, и она же вот за хозяйством смотрела. И как бы я думаю, что времена меняются, но у тебя вот обязанности, они как бы остаются, да, и нужно как-то лавировать, быть жонглёром, да, потому что если ты занимаешься своим любимым делом, естественно, всё равно время для этого есть. Это как наши прабабушки сидели у камелька и вышивали, например, да, хотя электричества там не было, наверное, да. И вот так. Да, это очень важно, конечно, находить время для того, что ты любишь, потому что только в это время ты какой-то ресурс для себя приобретаешь, чтобы потом остальные дела тоже у тебя получились. И потому что ещё хочу сказать, что вот когда ты женщина, да, личность, ты вот в окружении мужчин живёшь, ну, считай меня, например, да, я же личность, я должна как-то тоже себя проявить, потому что как, если у меня такая специальность, да, и работы, естественно, должны быть очень высокого качества, потому что я шла к этому пути очень долго. Мы вернёмся во втором блоке и продолжим говорить о творчестве и красоте оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем говорить про красивое и вечное. В нашей студии сегодня художники Харитина Фёдорова, Антонина Шадринова и Наталья Николаева и Юлия Кравцова. — Я искусствовед. — Искусствовед, да. — А я специалист. — Всё равно вы... — Да, друг художника. — Да, помогаете своей работой, чтобы эта красота дошла до сердца каждого из тех, кто приходит в Национальный художественный музей, потому что Юлия именно там организовывает всю работу. И в нашей студии какое-то время назад был Михаил Чучасов. Ой, Михаил Николай Чучасов. Он, кстати, мне говорил, что его вот когда-то назвали Михаилом, это наш, наверное, бич такой журналистский, путаем часто, Николай Чучасов. И я ему задала вопрос, что-то про приобретение картин, и он так хорошо сказал, что приобретая картину, человек приобретает эмоцию. И меня это как-то так удивило, перезагрузило, и я поняла, что не только картину, когда ты её покупаешь, да, когда ты просто к ней прикасаешься, когда ты погружаешься в эту картину, ты приобретаешь некую эмоцию. И вот потом с таким настроением я пошла на одну из выставок, и вот именно с таким настроением я ходила и приобретала, глядя на каждую картину. Ну, я ушла совсем другим человеком, я вышла из выставочного зала, кстати, Национального художественного музея, но я забыла, как называлась выставка, потому что я человек совсем не сведущий в искусстве. Но когда у меня получается приходить, и вот всегда приглашаете вы, большое вам спасибо, и меня, и зрителей, и слушателей, то как будто бы зрение меняется, как будто ты начинаешь видеть мир совсем по-другому. И Союз художников, Национальный художественный музей очень много делает для того, чтобы наши горожане и жители нашего города, наши горожане и гости нашего города, они могли пополнить свои эмоции, да, прийти и увидеть картины и молодых художников, и известных, и современников, и несовременников. Как раз в первом блоке мы говорили о том, какие уже мероприятия и выставки произошли, прошли в этом году, и давайте продолжим об этом говорить, и какие еще выставки ждут до конца года наших горожан и гостей нашей столицы. Пожалуйста, кто продолжает? Ну, может быть, я тогда продолжу, потому что я говорила о том, что у нас сотрудничество с Союзом художников, у нас в начале года открылась замечательная выставка «Дух предков», которая вызвала большой интерес у жителей города, у нас был большой поток, интересная экспозиция получилась, и буквально на прошлой неделе мы открыли выставку «Берег белых снов», посвященную касторезному искусству Якутии, и состоялось открытие не традиционное, а презентация выставки в формате обсуждения, где приняли участие куратор выставки Ася Габышева, председатель Союза художников Ольга Скорикова и художники касторезы. И как раз вот на примере экспозиции можно увидеть, как развивалось касторезное искусство Якутии, начиная с творчества художников-касторезов начала XX века, и уже как развивается искусство касторезов сегодня, каково его современное состояние, и какие проблемы и перспективы развития у этого вида искусства. И хотела бы еще сказать о том, что вот тоже на 3 октября у нас открылась выставка, персональная выставка Николая Курилова к 75-летию со дня рождения. Это замечательный художник юкогирский. Ну, его прекрасно, наверное, знают не только художники-писатели, поэт и художник-график. Приходите, я думаю, вы получите, безусловно, удовольствие от его работ, погружающих нас в культуру Арктики. И в перспективе у нас открытие выставки Михаила Старостина. Я думаю, его прекрасно знают в нашей республике. Он представит огромный блок новых работ. Выставка у него называется «Метаморфозы Михаила Старостина. Беспредметные фигуративные искусства». И вот как раз, я думаю, для наших жителей будет, наверное, открытие его немного с другой стороны. Он еще выступает автором инсталляций, которые будут представлены в экспозиции выставки. И завершит наш год персональная выставка, посвященная творчеству замечательного художника Юрия Иннокенчева-Тякова, который тоже воспитал целую плеяду якутских художников. И я думаю, это будет как бы достойное завершение года. Но это только кратко. Конечно, у нас еще много выставочных проектов, в том числе и касающихся региональных выставок, которые приезжают буквально 25 числа, у нас начинает работу выставка под названием «Деревнеросская живопись», представляющая фрески и иконопись из собрания Всероссийского реставрационного центра имени Грабаря. Вот кратко так пока. И про площадку, которая есть у Союза художников, вы можете тоже сказать, какие выставки еще до конца года можно посетить? Ну, до конца года у нас будет стоять Херон, и потом уже по заявкам. Но вообще я хотела бы вкратце вот еще сказать, отметить насчет касторезного искусства. Касторезное искусство заслуживает отдельного блока, отдельной передачи, потому что там очень много острых вопросов нужно обсудить. И вообще по декоративно-прикладному искусству нашей Якутии. Вот в советское время был феномен якутской графики, а сейчас можно смело сказать, что есть феномен и декоративно-прикладного искусства Якутии. Дело в том, что вот на Дальнем Востоке, во многих регионах декоративно-прикладное искусство как вид искусства, но, к сожалению, вымирает. А у нас в Якутии оно только будто бы уже зарождается, заявляет о себе на всех площадках мира. И вот на мне вот, например, сейчас изделие «Алгустах Алтын». Ну, а что говорит? И когда вот мы ходим по улице на национальном празднике, мы все видим, что... Украшения. Да, украшения. О чем это говорит? О том, что наше декоративно-прикладное искусство живет. А кто из декоративно-прикладного искусства? Это... Ну, она пока не член нашего союза, да. Я очень рада, что вот люди очень интересуются нашим искусством и продвигают, и развиваются. Это очень здорово. Мы должны сохранять нашу культурную самобытность, самоидентификацию. Это очень важно. И мы очень рады то, что союз художников проявляет активную деятельность именно в поддержке таких проектов. И наша деятельность распространяется не только в Якутии, но и по всей России, как уже было сказано. Вот у нас есть передвижная выставка «Земля Олон-Хо». А еще этим летом в Монголии прошел международный конкурс художников. Там приняло участие более 200 художников со всего мира. И Бельгия, и Корея, и Казахстан, и Монголия, соответственно. И оттуда с триумфальной победой вернулась наш член Эдита Степанова. Это было очень волнительно. И еще с ней приехала с победой Варвара Элина. Она еще не член, но очень перспективный художник, выпускница Айки. И, конечно, такие моменты очень радуют. То, что наше изобразительное искусство Якутии проявляет себя на всех площадках. Во всем. Да, и в том числе и на мировых. Да. Мне кажется, очень все красиво. Мы когда за кадром говорили с Антониной, Антонина Шадрина. Я, извините, оговорилась, когда представляла вашу фамилию. Мы такую тему затронули. Можно ли художнику заработать хорошо, выставляя, продавая свои картины? Насколько сейчас это получается? Потому что вы рисуют там многие, но именно как бизнес, свое творчество. Я думаю, это очень тонкий вопрос. Потому что это зависит от художника самого и от обстоятельств. Но если художник, нужно искать какие-то ходы, выходы. Можно создавать свои мерчи, например, футболки, открытки. Потому что сама картина, например, маслом, она может стоить большую сумму. А если ты, например, создаешь какую-то свою линию, свое имя, ты создаешь, сам себя продюсируешь. И это может быть большому покупателю. Или цена может быть менее дешевле получается. И можно продавать вот так. Вот у меня был такой опыт в этом году. Я на Исехе создала свой мерч. Выпустила футболки, открытки. И из хатыни стояла, продавала. Но это для вас хорошее это? Это был очень хороший опыт. Потому что так можно, оказывается, продвигать свое имя. Продвигать можно, а заработать, наверное, нет. Нет, заработать тоже можно. А вот у вас украшение еще какое-то красивое тоже. Это украшение моя подруга-однокурсница с Калмыкией, Цаганна Вадаева. Вот я летом ездила в Петербург. Она мне его подарила. Она ювелир. Очень красивая. Она работает как бы по дереву и по металлу. Вот мы с ней учились в Санкт-Петербурге. Технологии дизайна вместе закончили. И вот такое украшение тоже. Вот так тоже можно работать, например. Потому что это не серебро, да, медь. Потому что когда ты драк металлом работаешь, там есть специально нужные какие-то документы и так далее. А тут уже творческий подход. Штучная работа. И она может стоить тоже хорошую. Сумму будет. Сумму может заработать. Да. Вот насчет продаж. Три года назад к нам в Якутию приезжал, значит, куратор из гаража. И меня удивило то, что в этом году мне вдруг позвонил один из кураторов и говорит, ой, Наталья, слушай, вот у тебя есть работа такая, папа, дочь. Она мне не дает покоя уже третий год. Буквально снится. Буквально. Ты, говорит, ты ее вообще продашь или нет? Я так удивилась. Говорю, ну, если... В принципе, это, говорю, возможно. Ну, может быть, ты хочешь что-то такое вот сделать, жикле там или еще что-нибудь. Он говорит, ну, я, говорит, знаешь, не собираю такое жикле. Я только, значит, за оригинальность. А жикле это, скажите, просто визуально. А, это просто сфотография. С работы можно сделать. Ну, говорю, это же будет дорого. Он говорит, знаешь, три года. Три года ты мне снилась, что называется. Поролся, но вы победили. Да, и... Ну, и мы договорились. Что называется. А цену вы можете свое предложить? Или вы больше все-таки идете от возможности покупателя? Нет, прежде всего, конечно, художник предлагает. Художник всегда сам предлагает. Сам предлагает. А уже... Да, там уже начинается. Да, там уже начинаются взаимодействия переговоры. Вот как раз вы сказали, что такой опыт хороший, да, можно перенять у новосибирцев, которые вот как-то совместили бизнес и искусство. Еще вот интересно, когда художник рисует для себя, вот, ну, не то, что для себя, а то, что у него внутри, да, то есть он не на заказ. Потому что на заказ это уже не творчество как будто бы, да? Это как будто бы лишает художника его индивидуальности. Ну, в основном наши художники пишут не на заказ, они пишут для себя. Ну, вот дело в том, что все-таки вот мы имеем большой опыт в советского времени, да, когда искусство было такой идеологической, конкретной идеологической формой. И надо сказать, что в то время работы создавались на заказ. Госзаказ был. Да, был госзаказ, и работы создавались, ну, извините, там такие великолепные работы. А если вспомнить такие великие имена, как Моисеенко, Мыльников, то есть там это же все госзаказ. То есть это зависит от, вот, действительно, совести, честности, такого ремесленнического качества, высочайшего уровня художника. Тогда можно говорить о том, что понятие... И поддержка, получается, государства была. Да, и поддержка государства. Вот, и были мастерские, сейчас вообще такая ситуация с мастерскими очень сложная. Ну, в конце концов, мы действительно можем дойти до того, что будем заказывать китайским художникам, у которых очень хорошо все обстоит, и с мастерскими, и с поддержкой государства. Заказывать что? Заказывать картины. Чтобы их выставлять? А сами рисовать не будете? Ну, как? Если мастерских не будет... Чтобы этого не допустить, все-таки Союз художников старается в этом плане поддерживать наших художников, потому что, известное дело, изобразительное искусство – это такой вид искусства, который требует вложений, и мы, ну, всеми своими усилиями стараемся помогать. И вот, посредством выставок продвигаем тоже изобразительное искусство Якутии и творчество наших художников, потому что, вот, как Наталья отметила, что вот галерист увидел ее работу на выставке, она ему в душу запала, и вот он ее потом захотел приобрести. Вот точно так же, когда мы экспонируем наши произведения наших художников на каких-то выставках выездных, там тоже обращают внимание, и якутское искусство, оно всегда вызывает большой интерес, потому что в его основе все равно лежит крепкая академическая школа и этнические традиции. Спасибо большое. У нас остается 4 минуты до конца эфира. Антонина, вот еще что-то хотела сказать про ваши выставки. Тоже пригласите, расскажите. Про выставки. Ну, в начале пути, вот, когда я была моложе, там, 10 лет назад, наверное, да, вот, 4 персональные выставки были у меня. Потом вот с возрастом уже как-то уже становишься, вот, опыт приходит, да, и персональная выставка сейчас для меня, это как расстрел. Потому что ты выходишь как бы на всеобщее обозрение, да, ты свою душу как бы вылаживаешь. Когда вот моложе, как ты об этом почему-то не думаешь, оказывается. А когда вот приходит ответственность, да, ты уже как-то уже болезненно, вот эта кожа тоньше становится что ли с возрастом или как, я не знаю. Ну, мое состояние, например, сейчас вот такое, да. И ответственность очень большая, очень большая ответственность, потому что персональная выставка, это как бы ты себя открываешь, да, и как голый, как бы на общее всеобщее обозрение уходишь. До конца года у вас еще будут какие-то выставки? Ну, конечно, вот выставки будут принимать участие. Вот, например, вот скоро вот Хэром будет, да, и я там большую работу готовлю. Тоже интересно, у меня там будет работа с роспищей, с вышивкой. Таким немножко с прикладным языком. Может, хотите кого-то пригласить к сотрудничеству, чтобы кого-то, кто сможет создать мастерские или помочь Союзу художников, обратитесь? Да, было бы здорово, да. У нас очень острая проблема стоит насчет мастерских. У нас вообще нет никакого финансовой поддержки от государства. Это все на свои средства. Общественная организация. Да, у нас общественная организация, некоммерческая. И мы живем практически буквально. То есть, с взносов. С взносов, грантов. Поэтому хотелось бы, да, найти спонсора, может быть, национального ценатора. Какого-нибудь продюсера, который продвигает. Вот те картины, которые мы видим, да, вот в вашей галерее, да, и в Национальном художественном музее наших земляков, современников, это нарисовано все где-то дома, да? Раз нет мастерских. Нет, мастерские есть. Здесь просто в лачебном состоянии. А, просто нужны другие. Да, вот мастерские по проспекту Ленина, они очень в аварийном состоянии находятся. Уже под снос. Практически обрушение может быть в любой момент. Да, в любой момент. Вот, считая меня, да, вот у меня частный дом, у меня частная мастерская, как бы, вот это меня спасает. Если бы у меня не было бы вот частного дома, я бы, не знаю, вот с четырьмя детьми в однокомнатной квартире, это вообще, наверное, невозможно было бы. Да. А вот, наверное, только так и выходят художники из положения? У нас 132 члена художников из них, наверное, мастерскую имеет от силы 20-30. Я как-то была у Афанасия Манхалова дома, у него на втором этаже была его мастерская. Я еще так подумала, думаю, надо же, как удобно, как здорово. Ну, вроде как плюс, да, на самом деле это от безысходности получается. Да, да, да. От того, что нет. Ну, дело в том, что раньше как-то строили именно, думали проекты о квартире с мастерской. Это во многих городах, например, в Красноярске, в Новосибирске такое существует. Ну, раньше практиковалось. Сейчас, не знаю, возможно, и сейчас где-то практикуется. Но вот у нас как бы такого нет. А так вообще хотелось бы арт-кластеры, например, да. Вот если государство поддержало бы, да, наших художников, могли бы открыть арт-кластеры. Там же проводятся выставки, какие-то вот встречи и так далее. Пусть все получится. У нас эфир заканчивается. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Еще раз спасибо Ольге Скориковой. Всем спасибо за внимание. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok